Что такое SEO? SEO означает оптимизация для поисковых систем. Это практика оптимизации контента для его появления в органических результатах поиска в поисковых системах. Представьте, что поисковая система — это картотека в библиотеке. В этой библиотеке хранятся миллиарды книг и сотен триллионов страниц. Допустим, вы хотите найти информацию о пищевых добавках. Поисковая система проверит все страницы в своем индексе и попытается вернуть самые релевантные результаты. Первая поисковая система, которая, вероятно, приходит на ум — это Google. Но есть масса других поисковых систем, под которые можно оптимизировать контент. Например, SEO для YouTube — это процесс получения трафика к вашим видео из поиска на YouTube. SEO для Amazon работает так же, только вы оптимизируете свои страницы продуктов для получения трафика. И, конечно, SEO для Google является процессом оптимизации веб-сайта для ранжирования в Google и направления трафика на ваши веб-страницы. Поисковые системы используют сложные алгоритмы и технологии для показа наилучших результатов по любому отправленному запросу. Никто не знает, как именно работают эти алгоритмы, но у нас есть некоторые идеи, особенно для Google, поэтому мы можем производить оптимизации. Итак, почему вам следует включить SEO в свою маркетинговую стратегию? Есть три главных преимущества оптимизации для поисковых систем, которые привлекают маркетологов во всем мире. Номер 1. Трафик, полученный благодаря SEO, бесплатный. Номер 2. Вы будете стабильно получать трафик, как только выйдете в топ-выдаче. И номер 3. У вас есть возможность охватить огромную аудиторию, недоступную вам другими способами. Так как каждая поисковая система работает по уникальным алгоритмам, мы не можем рассмотреть, как работает каждая из них. Поэтому мы сосредоточимся на том, как Google ранжирует страницы, так как это самая крупная поисковая система, по которой у Ahrefs больше всего информации. Как же работает Google? Вам необходимо разобраться в двух основных понятиях — это сканирование и индексирование. Для получения информации Google использует краулеры или пауки, которые собирают общедоступную информацию со всей сети. Краулеры начинают со списка URL-адресов, которые они уже сканировали или получили из карт сайтов. Они называются источниками. Затем они следуют по гиперссылкам на страницах источников, а после этого сканируют только что обнаруженные страницы. Они делают это непрерывно, создавая огромный индекс данными. Затем они возвращают эти данные на серверы Google для добавления в так называемый поисковый индекс. Здесь специальные алгоритмы используют такие данные, как ключевые слова и новизна контента для категоризации запросов, чтобы за долю секунды возвращать пользователям самые релевантные результаты. Google не просто сопоставляет ключевые слова с поисковым запросом. Они создали элемент под названием граф знаний, который, по словам Google, выходит за пределы сопоставления ключевых слов, позволяя лучше понимать, какие люди, места и данные вас интересуют. Я покажу вам несколько примеров немного позднее, а сейчас давайте более подробно рассмотрим, как работают их поисковые алгоритмы. Повторюсь, задача Google — сортировать сотни триллионов веб-страниц в своем поисковом индексе и находить самые релевантные результаты за долю секунды. На странице Google «Как работают поисковые алгоритмы» говорится, что они обращают внимание на слова в запросе «Релевантность» и «Удобство использования», «Экспертность», а также ваше местоположение и «Настройки». Эти факторы ранжирования являются нелинейными, но они оцениваются на основе вашего запроса. Например, там упоминается, что новизна контента играет более важную роль в ответе на запросы по темам, касающимся последних новостей. Однако для запросов на основе определений, например, что такое оптимизация под поисковые системы, новизна не будет таким важным фактором, потому что определение само по себе фактически не изменилось. Помимо технологических инноваций, например, искусственного интеллекта и машинного обучения, в Google также есть группа людей, вручную оценивающих качество информации, предоставляемой веб-сайтом пользователям, которые переходят на него из результатов. Эти люди называются специалистами по оценке качества поиска. Будьте уверены, что эти люди в Google не перемещают вручную вашу веб-страницу в результатах поиска, потому что вы им нравитесь или не нравитесь. Эти люди не влияют на ранжирование напрямую, а скорее помогают Google оценивать качество его результатов. А теперь давайте подробнее рассмотрим несколько общих категорий факторов ранжирования Google. Первое и самое очевидное, что они должны сделать — это понять смысл запроса. Если вы ищете рецепты для недленноварки, что вы ожидаете увидеть в результатах поиска? Наверное, список рецептов, правильно? Именно так интерпретирует этот запрос Google. Но что, если вы вводите в поиск «медленноварка»? Что вы ожидаете увидеть? Введя этот запрос в Google, вы увидите описание товаров и страницы категорий из онлайн-магазинов. Google понимает, что пользователь, который ищет по этой фразе, намеревается купить это устройство, а не ищет к нему рецепты. Понимание значения запроса сводится к языку. Google создал модель языка для расшифровки строк в слова, поиск по которым он должен выполнить. Он понимает, что если вы вводите «медленноварка», вы на самом деле ищете «медленноварка». Он также понимает синонимы. Например, если посмотреть на результаты поиска по запросу «как создать веб-сайт», вы увидите, что синонимы в результатах поиска выделены полужирным шрифтом. Кроме языка, поисковые алгоритмы также пытаются понять тип информации, которую вы ищете. Например, если вы введете поисковый запрос «распаковка PS4», вы увидите, что первые десять результатов поиска Google заняты исключительно страницами из YouTube. Система понимает, что пользователь, который ищет руководство по распаковке, скорее предпочтет видеоконтент, чем текст или изображение. А по запросу «карта Нью-Йорка» вы получите результаты с изображениями, а также виджетом карт Google. А что покажут результаты поиска по запросу «лучший мексиканский ресторан»? Google покажет рестораны, расположенные недалеко от вас, несмотря на то, что вы не указали свой город в запросе. Так происходит потому, что пользователь, который вводит этот запрос, не полетит на обед через полмира. Следующий этап интерпретации запроса пользователя касается его новизны. Например, если вы введете «Дональд Трамп», Google интерпретирует его как желание узнать последние новости. а не биографию. Поэтому приоритет выдачи отдается виджету новостных статей из надежных источников. Они также понимают, что если пользователь ищет что-то вроде «лучшие наушники», он хочет получить свежую информацию. Поэтому новые модели и производители всегда помещаются выше. И вы можете определить это прямо в результатах поиска Google, так как все страницы в топе содержат текущий год в своем заголовке. Большинство из этого, если не все, о чем мы тут рассказали, можно описать термином, который часто звучит в SEO — «Поисковое намерение». Этот термин означает причину, по которой пользователь отправил запрос в поиск. Это, пожалуй, одна из самых важных вещей, которыми необходимо овладеть SEO-специалисту. Если вы не можете сопоставить поисковое намерение с типом и форматом контента, ваши шансы на ранжирование будут минимальными. Но существуют также дополнительные уровни понимания принципов работы Google. Это приводит нас прямо к тому, как Google определяет релевантность по контенту на веб-странице. Если коротко, поисковые системы проверяют контент на странице, чтобы понять, соответствуют ли слова на странице вашему запросу. Но они достаточно сложны, чтобы выйти за пределы точного сопоставления слов. Google также понимает связанные слова. Релевантность страницы повышается также благодаря другим семантически схожим ключевым словам. Например, если у вас статья о том, как получить водительские права, у вас могут быть подразделы о получении прав на легковые автомобили, мотоциклы и автобусы. Все это автомобили. Они должны иметь пересекающиеся ключевые слова, которые помогают построить цельную тему. Например, дорога, вождение, ремень безопасности, безопасность, экзамен и теоретический экзамен будут семантически релевантными ключевыми словами, которые могут помочь поисковым системам лучше понять суть вашей публикации. Другой пример. Вы создаете публикацию о лучших элитных наручных часах. А теперь подумайте о слове из пяти букв, которое приходит в голову, когда речь идет об элитных часах. Я вам немного помогу. Rolex. И если вы посмотрите на контент топ-10 страниц в результатах поиска, вы увидите, что все они упоминают этот бренд, а также другие популярные элитные бренды, и, скорее всего, содержат жаргон, связанный с часами, например, безель, мост или хронограф. Вместо того, чтобы показывать результаты, которые содержат слова «лучшие элитные наручные часы» сто раз подряд, Google может видеть, какие страницы лучше всего соответствуют запросу пользователя. И Google подтверждает это следующими словами. Эти сигналы релевантности помогают поисковым алгоритмам определять, содержит ли страница ответ на ваш поисковый запрос, а не просто повторять один и тот же вопрос. Другой фактор, который учитывает Google, — это качество контента. Google пытается приоритизировать и ранжировать самые надежные источники. Так как качество контента объективно никогда не может достигнуть 100%, система использует три общие категории, помогающие определить качественные страницы. Это экспертность, авторитетность и достоверность по запрашиваемой теме. Они также известны как IT. Один сигнал, который упоминает Google, — это получение привязок к вашему контенту от других веб-сайтов. SEO-специалисты называют это обратными ссылками. Ссылки формируют авторитетность страницы, которая описана в знаменитом патенте Google по PageRank. Для простоты рассматривайте ссылки как голоса избирателей. Когда на вашей странице ссылаются, то ручаются за ваш контент и говорят читателям, что те могут обратиться к вашей странице за информацией. Чтобы не дать пользователям обмануть систему, Google использует алгоритмы определения спама, чтобы выявлять вводящее в заблуждение или манипулятивное поведение. Одним из примеров может быть обмен ссылками. Он заключается в том, что вы обращаетесь к другим веб-мастерам и просите их опубликовать ссылку на вас, и в ответ вы публикуете ссылку на них. Мы не будем углубляться в эти факторы, но если вам стало интересно, я включу руководство по оценке качества поиска Google в описании под видео. Оно содержит около 50 000 слов об их системе оценки качественного содержимого. Другой фактор, который учитывает Google, — это удобство использования веб-страниц. Google старается отображать результаты, которые порадуют пользователей, ищущих информацию, и это выходит за рамки предоставления правильного контента по запросу. Есть два подтвержденных фактора ранжирования, которые относятся к удобству использования. Первый — это скорость загрузки страницы. Google обнаружил, что если время загрузки страницы возрастает, возможность отказа или шанса на то, что пользователь уйдет с вашего веб-сайта, не посетив другую страницу, значительно возрастает. И это логично. Если бы Google отображал медленно загружающиеся страницы, которые приводят к отказам, возросло бы недовольство среди их пользователей. В результате Google в 2018 году объявили, что скорость загрузки страницы станет частью их алгоритма ранжирования для поиска на мобильных устройствах. Второй фактор — это оптимизация для мобильных устройств. Сегодня веб-сайты должны корректно отображаться независимо от устройства или браузера, который используется для поиска. Это часто называется адаптивный дизайн. Google перешли на индексирование с приоритетом мобильного контента. Это означает, что для индексирования и ранжирования они отдают преимущество мобильной версии контента. С 1 июля 2019 года все новые сайты будут всегда оцениваться с приоритетом мобильного контента. Все эти элементы и многие другие факторы можно назвать удобством для пользователя. Google старается показывать результаты, которые релевантны и максимально удобны для пользователя. Отличным, хотя и несколько спорным способом работы Google являются персонализированные данные. Google отслеживает ваше местоположение, журнал поиска и параметры поиска для персонализации результатов, чтобы отображать то, что будет наиболее полезным и релевантным для вас в данный момент. Но так как все больше людей узнают о проблемах с конфиденциальностью в интернете, это может как очень обрадовать вас, так и расстроить. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как персонализация влияет на поисковые запросы в Google. Я нахожусь в Торонто, Канада, поэтому, когда я ввожу букву B, Google выводит подсказки релевантного поиска для моего местоположения, например, Blue Jays — название нашей баскетбольной команды, и BMO — название основного банка в Канаде. А сейчас, если я изменю мой IP-адрес на адрес в Чикаго, вы увидите совсем другие результаты. Например, Bank of America и Barnes & Noble — популярный банк и книжный магазин, соответственно. Теперь посмотрим, как оптимизируются поисковые подсказки на основе предыдущих поисковых запросов. Скажем, я хочу найти гостиницу в Барселоне. Я начинаю вводить гостиницы, и, допустим, я передумал в процессе. Остановитесь на секунду и посмотрите результаты. Вы увидите, что они все оптимизированы с учетом моего текущего местоположения. Поэтому давайте удалим запрос. Вместо этого я хочу найти информацию о том, чем можно заняться в Барселоне, чтобы выбрать гостиницу поблизости. Теперь я введу поисковый запрос «Чем заняться в Барселоне». Столько интересного! А теперь пришло время найти гостиницу. Когда я начну вводить запрос гостиницы, вы увидите, что первой автоматической подсказкой поиска Google будет гостиница в Барселоне. Чего не было раньше. Это всего лишь несколько основных механизмов, которые используют в работе Google. Крайне важно, чтобы вы поняли это, когда изучаете принципы SEO. Понимая принципы работы поисковых систем, вы можете оптимизировать свои страницы осознанно. Как же начать оптимизацию веб-сайта для поиска? Если вы новичок в SEO, я настоятельно рекомендую посмотреть наше видео «SEO для начинающих», в котором вы можете получить высококлассный обзор оптимизации веб-сайта для улучшения позиций в Google. А если вы уже прошли этап новичка, я рекомендую посмотреть другие видео на нашем канале. У нас есть множество практических уроков, которые помогут вам увеличить поисковый трафик. Я оставлю ссылки на эти видео для вас в описании. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на практические уроки по SEO и маркетингу. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok